Ближе к звездам. В Самаре идет подготовка к строительству планетария. Он появится на проспекте Ленина и станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Рядом с музеем установлена ракета-носитель «Союз» высотой 68 метров и весом 20 тонн. Поэтому специалисты должны оценить, какое влияние масштабная стройка может оказать на монумент. Ракета, которая у нас укреплена на фасаде здания, это особый объект. И, конечно же, он требует ежегодного постоянного обслуживания. Два раза в год измеряет цифер-циркализация ракет. Измеряет это именно сотрудники «Прогресса», потому что это гаранты предприятия, которые гарантируют надежность этой ракеты. Подготовка к строительству самарского планетария вышла на свой завершающий уровень. Прямо сейчас специалисты РКЦ «Прогресс» начнут устанавливать на ракету в музее «Самара Космическая» вот такие вот датчики. Во время заложения фундамента датчики будут считывать уровень вибраций и техническое состояние самого комплекса. Датчики установят на растяжках и крепежных узлах, примыкающих к ракете. Специалисты будут анализировать поступающую с них информацию, а затем передавать эти сведения застройщикам, чтобы в режиме реального времени корректировать ход строительства и обеспечить сохранность объекта. Ввиду того, что музей находится на искусственной насыпи, будет установлен шпоновый каркас, то есть стена, которая будет предотвращать сход грунта. Эти работы будут проходить в виде бурения на несколько метров вниз. Это строительные работы, которые все-таки будут воздействовать на монумент в виде вибраций. Эти вибрации мы должны замерить и определить, насколько они опасны. Самарская область по праву считается центром космического ракетостроения. Именно в Самаре получила путевку в космос ракетоноситель семейства Р-7, которая считается самой надежной ракетой в истории космонавтики. Самарскими конструкторами были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, пилотируемый Юрием Гагариным. В год 60-летия пилотируемой космонавтики губернатор Дмитрий Азаров дал старт строительству планетария. В здании будет два подземных этажа и три надземных с остроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал расположится под горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить более 200 зрителей. После открытия объекта будет сформировано новое городское пространство – площадь трех музеев. Она объединит филиал Третьяковской галереи, Самару космическую и сам планетарий, который закрепит за Самарой статус космической столицы России. Галина Топилина, Сергей Баскин, События.